This conference will now be recorded. Наш учебный центр специалисты уже 29 лет на рынке образовательных услуг и с нами 250 преподавателей-профессионалов и за это время мы обучили уже более 1 миллиона человек. Сегодня у нас в программе выступление экспертов, карьерных консультантов финансового профиля и данный день карьеры связан с тем, что в настоящее время мы отследили, что рынок труда переполнен специалистами, соискателями финансового направления. И это вызвано тем, что в крупных компаниях сейчас происходит сокращение оптимизации, также возможно закрытие малого и среднего бизнеса в связи с пандемией. И в службу трудоустройства поступают зачастую обращения, связанные с тем, что специалисты немного дезориентированы, не знают как искать работу, где искать, как быть конкурентоспособным на этом рынке труда и как оставаться востребованным специалистом. Для этого мы сегодня для вас пригласили экспертов и сегодня поговорим о ситуации в финансовом бухгалтерском секторе и посмотрим, что может делать бухгалтер или экономист, чтобы оставаться конкурентоспособным, а также куда можно двинуться со своими знаниями из данной области. Я сначала скажу несколько слов про нашу программу трудоустройства, в рамках которой проходит данный день карьеры. Мы уже, так как мы уже давно на рынке образовательных услуг, то знаем, что как непросто развиваться и идти по карьерной лестнице, как непросто осваивать новые навыки и как-то их интегрировать в свой карьерный путь. Потому что есть ряд мероприятий, которые мы проводим в рамках этой программы. Первое – это практикоориентированность наших курсов. Мы стараемся планировать их так, чтобы как можно больше у вас было каких-то практических занятий. Потому что сейчас на рынке труда, как таковые знания, они не так ценятся, как конкретные навыки. Далее, после приобретения определенных навыков, важно правильно себя на рынке труда позиционировать. И для этого у нас ежемесячно мы проводим такой бесплатный для наших слушателей курс «Успешный поиск работы и трудоустройства в период кризиса и карантина». Его проводит Ольга Юрьевна Светлышева. Я вам чуть позже отправлю все ссылки, как записаться на наше мероприятие в чат. И у вас будет после вебинара возможность их спокойно себе скопировать и перейти. Ближайший такой курс будет 23 апреля. Кому нужно, присоединяйтесь. Если вы давно не искали работу, не выходили на рынок труда, важно понять, что сейчас на нем происходит. Какие современные требования, по каким принципам специалистов приглашают на работу, по каким принципам отбирают ваше резюме. Очень всем рекомендую. Также для тех, кто нуждается в индивидуальном каком-то подходе, если вы закончили один из наших платных курсов и не являетесь корпоративным клиентом, можете записаться ко мне на консультацию. Тоже ссылочку для записи я отправлю в чат. Сейчас есть небольшая очередь, кто записался. Обещаю всем позвонить в ближайшее время. Мы в индивидуальном порядке разберем ваше резюме, что можно в нем поправить и как в вашем случае подчеркнуть ваше преимущество работодателю. Также у нас проходят такие дни карьеры. Они проходят не только для специалистов финансовой сферы. Есть и день карьеры для IT-специалистов. Ближайший запланирован на 29 апреля. Следите за новостями, приходите посмотреть, что творится в других отраслях. И может быть у вас появятся какие-то идеи. Также для вас мы делаем канал с вакансиями. Ссылочки на них я кину попозже в чат. Это канал в Телеграме, ВК и в Фейсбук. И здесь мы публикуем вакансии наших партнеров, для которых то, что вы являетесь выпускником нашего учебного центра, является несомненным преимуществом. Потому что данные работодатели учат у нас своих работников, довольны качеством образования и понимают, что те специалисты, которые у нас учились, они обладают достаточными знаниями, хорошей подготовкой. Можно на них подписаться на один из этих каналов, там, где вам удобнее будет отслеживать вакансии. Также они расположены у нас на сайте. Можно заходить туда. Итак, я свою часть закончила. Сейчас хочу передать слово Елизавете Слученковой, это карьерный консультант. Елизавета. Да, Ольга, спасибо. Я готова подключаться и буду рада, если вы видите на экран мою презентацию. Одну секундочку. Презентация на экране. Так, я вас вижу прекрасно. Отлично. Коллеги, спасибо. Ольга, спасибо. Добрый вечер всем. И я очень рада принять участие в дне карьеры. И Ольга, собственно, уже сделала небольшой переход к моей теме. Говорим о том, как можно расширить свои возможности и рассмотреть другие области, в том числе IT-сферу. Ольга, если вы переключите на следующий слайд, будет здорово. Собственно, как раз я взяла для себя смелость поделиться с вами какими-то советами и рекомендациями в контексте перехода. Во-первых, потому что я сама занимаюсь подбором персонала, занимаюсь подбором в IT-сфере более 8 лет. Ну и, в общем-то, моя работа – предлагать специалистам менять и компании, менять область деятельности, переходить в новые направления. В общем, это то, с чем я сталкиваюсь каждый день. И, соответственно, могу оценить и мотивацию специалистов, которые совершают этот переход. И помогаю работодателям оценить преимущества таких кандидатов. Ну, об этом можно говорить отдельно и уже под каждого конкретного кандидата индивидуально. И, кроме того, сфера перехода и смены отрасли, смены направлений деятельности близка мне лично, потому что я сейчас как раз в этом этапе перехода от рекрутмента как основной задачи в сторону карьерного консультирования, в сторону карьерного коучинга. Поэтому, в общем-то, здесь старалась поделиться какими-то личными впечатлениями, мнениями тем, что действительно работает. Ну и вот как раз предлагаю двигаться дальше. Ольга, переключайте. И начну с достаточно, может быть, мрачного слова, но, тем не менее, слово, которое звучит, наверное, часто в последнее время. В общем-то, мы с вами действительно собрались в год, который следует за годом такой пандемии, экономического кризиса. И, возможно, на эту тему затронуты и другие спикеры. Так или иначе, кризис – это повод задуматься об изменениях. И, может быть, пару лет назад такой вопрос бы не возник у нас с вами. Все бы спокойно работали в том направлении, которое для них комфортно, и не обсуждали бы варианты перехода в новые сферы. Ну, вот в этом определении мне очень важно слово, которое, одно из слов, которое в определении упоминается – это слово цели. Поэтому вот вопрос для вас – какие цели вы ставите себе? И в процессе моей презентации я предлагаю, может быть, немножко об этом подумать, порассуждать, и, может быть, вы даже захотите поделиться этим в нашем чате. Собственно, любой переход изменения – это хороший повод посмотреть на работу по-новому, ну и попробуем как раз в это углубиться. Давайте двигаться дальше. Ольга. Начинаю с такого наглядного момента. Постаралась привести аргумент за то, чтобы этот переход можно было совершать, о том, чтобы уходить в область IT. Привожу только несколько примеров. И здесь, собственно, обзор зарплат – фактор не последний. Это точно при выборе работы. Но, опять же, не мне про это рассказывают специалисты в финансах. Исследований, в принципе, много в открытых источниках. Не все они достоверны, не все они описывают действительность, иногда опираются на предложения компании, которые в среднем ниже запросов кандидатов. Но вот этот вариант, который я нашла, он, в общем-то, соответствует рынку тому, что мы объективно видим сейчас при подборе специалистов в разных направлениях. Ну, и, собственно, дальше мы будем говорить о советах, которые помогут вот такой переход совершать. Я все-таки делаю акцент и упор на IT-направления, но в целом это может работать, и если вы выберете другую сферу для перехода. Так что, в принципе, это, наверное, поможет вне зависимости от того, куда вы будете готовы двигаться, и вот те самые цели, которые вы для себя выберете. Идем дальше. И первый этап, который я предлагаю сделать в процессе такого перехода, оценки, это оценить те ресурсы, которые у вас есть. На зеленом фоне я разместила достаточно многозначные слова и попробовала раскрыть, что они для себя представляют, поэтому давайте разберемся чуть подробнее. Во-первых, объективно нужно оценить время, которое у вас есть, и если мы говорим про переход в новую сферу, это обязательно будет обучение, поэтому это могут быть курсы, это могут быть самообучение, но в любом случае время для этого вам понадобится. Продумайте, как этот момент впишется вот в ваш график, который есть уже сейчас, и что стоит пересмотреть. И второй момент – это время, которое потребуется на переход. В среднем, я здесь подчеркиваю, что это среднее значение, переход в новую область занимает 6-8 месяцев, но может быть и растянут на год, например. То есть вот здесь тоже вы должны это оценивать для себя, есть ли у вас это время, и как им правильно распорядиться. Фактор, который не могу пропустить, который нужно обязательно учитывать при переходе – это деньги, это финансы, это здесь и подушка безопасности, или может быть какие-то накопления, может быть пассивный доход, или временная работа. Тоже об этом можно говорить и думать, быть честным самим собой и соглашаться на не самые интересные вакансии, как временное решение каких-то глобальных задач. А еще один важный ресурс и компонент, который нужно учитывать – это поддержка. Я думаю, что вы замечали, что некоторые начинания затухают сами собой, и внешняя мотивация может быть той опорой, когда своих сил уже не хватает. А вот пишу про близких людей, это очень важный момент, который нужно учитывать. Напомню вот этот образ про теорию ведра с крабами, когда вместо помощи и поддержки от близких мы получаем сопротивление и какое-то препятствие, которое еще нужно преодолеть помимо всех прочих усилий. Подумайте, кто в вашем окружении может вас поддержать? Это друзья, единомышленники, может быть, это люди, с которыми вы проходите обучение вместе, может быть, коллеги. Ну и в принципе никто не мешает обратиться к экспертам. Это опять же карьерные консультанты, коучи, психологи, люди, поддерживающих, сопровождающих профессий, если вы считаете, что такая поддержка будет вам нужна и полезна в процессе перехода. И, собственно, еще один важный момент, про который призываю вас не забывать и учитывать его, это та энергия, которая, собственно, вам потребуется в том пути, если вы на него решитесь. И вот здесь тоже важно оценить и подумать, что работает для вас, что вызывает интерес и чем вы можете заниматься достаточно долго без дополнительных усилий. Ну или в конце концов, как вы будете отдыхать, как вы впишите этот отдых в свой график, в свой режим, ритм для того, чтобы восстанавливать силы, которые тоже необходимо будет тратить и на обучение, и на работу, и, в общем-то, поддержание нормальной жизни, к которой вы уже привыкли. Ну, это только первый этап. Давайте переключаться дальше. Ольга. И второй момент – это момент исследований. Я вам призываю всех разобраться в том, в принципе, какие есть задачи, есть функции, должности. Поэтому один из моментов, который как раз является препятствием для перехода в какую-то новую область, будет это IT или другая сфера, это отсутствие должной информации про то, что, в принципе, есть в мире. Соответственно, источники этой информации и способы исследования могут быть абсолютно разными. Собственно, можно буквально пойти на HeadHunter, например, и посмотреть, какие открыты вакансии. Можно просто открыть Google и найти, вот здесь, может, не очень хорошо видно, но это роли в IT-проектах. Отдельный момент – это можно посмотреть компании, какие будут вам интересны, какие будут вам подходить. Это могут быть крупные корпорации, где уже выстроены процессы работы, где есть структура, и, как правило, есть карьерный план для развития. Или могут быть небольшие компании, где достаточно гибко можно перестроить, ну, или, по крайней мере, попытаться перестроить тот функционал, который вы на себя берете, и где-то даже подстроить его под себя. Опять же, компании можно смотреть российские, можно иностранные, посмотреть, в какой среде вы будете чувствовать себя комфортно и продуктивно работать. Выделяю отдельно от Advisor как ресурс, который хорошо работает для сбора информации, в принципе, в IT-мире, в IT-рынке. Там достаточно большая информация про компании-вендоры, которые производят программные продукты, про компании-интеграторы, которые эти проекты внедряют и дорабатывают, ну, и часть проектов про клиентов, которые, собственно, какой-то софт используют уже у себя внутри, и, соответственно, имеют свой IT-отдел, который позволяет с этой сферой работать. Ну, собственно, информацию можно искать среди своих знакомых, через знакомых-знакомых, вот тот нетворкинг, про который я не устаю говорить в контексте поиска работы в целом. Опять же, карьерные консультанты, эксперты могут вам дать советы, которые позволят вам определиться с теми ролями, направлениями, которые будут подходить именно вам. Ну, интернет, конференции, мероприятия, ну, может быть, какие-то еще есть идеи, как собрать информацию. Если кто-то напишет в чат, я буду благодарна, может быть, что-то я из этого упускаю в этом плане, из каких-то очевидных моментов. Как вы считаете, где можно собрать информацию про роли, про вакансии, про предложения, в данном случае в IT-сфере, ну, или в других направлениях, если вы решитесь переходить куда-то еще. Соответственно, когда вы уже провели исследование, понимаете, куда вы готовы двигаться дальше, обязательно стоит посмотреть требования, которые компании выдвигают к кандидату на ту или иную роль. Собственно, вот часть примеров привожу здесь, на том же, на своей презентации. Это буквально вакансии, которые я нашла достаточно быстро в тот вечер, когда эту презентацию готовила, они активны сейчас. И здесь важно отметить, что достаточно легкий порог вхождения, то есть требования к кандидату не включают каких-то сверхсложных навыков, сверхсложных программ обучения, а и, в принципе, доступны, я уверена, что любому из нас с вами, кто здесь сейчас присутствует. Еще минутку дам посмотреть, прочитать, и, собственно, можем дальше переключиться. Давайте дальше, Ольга. Ну и, собственно, тогда переходим к следующему этапу, когда мы уже понимаем, к чему мы хотим прийти. Нужно оценить, что нужно для этой цели. Здесь нужно отметить, составить тот план, пошаговый, включающий календарное планирование, в том числе бюджетное планирование, и выделить те контрольные точки, которые вам важно пройти и отнести с теми сроками, этапами, которые вы для себя определяете. Опять же, это могут быть договоренности с текущим работодателем, как один из моментов, которые нужно учитывать. Это время на прохождение образовательного курса, которое обязательно нужно иметь в виду, когда вы планируете переходы. И здесь я говорю про план А, но призываю и думать про запасной вариант. То будет, если вам не удалось достичь той цели, которую вы для себя ставили в определенные сроки, продумайте, что будет в этом случае. Какие запасные варианты, какие еще шаги могут быть, как вы можете подстраховать себя. Ну и вот как раз по поводу подстраховать, Ольга, на следующем слайде мы как раз с вами увидим, пожалуй, знакомый вариант сфот-анализа, продумать те риски, которые могут помешать вам для достижения цели, но опять же продумать те сильные стороны, которые вас смогут поддержать. Поэтому вот здесь стоит продумать ваши позитивные аспекты, негативные аспекты, которые можно изменить, и оценить внешнюю среду тоже, на что вы, может быть, не можете влиять напрямую, но можете предвосхитить и учитывать. Поэтому я рекомендую выписать те страхи и опасения, которые у вас есть, и по каждому из этих пунктов продумать, как можно подстраховаться. Оценить варианты достижения цели, достижения той профессии. Послушай, давай, может, я постану дворников. Достижение новой профессии. Как вы планируете к этому прийти? Нужен ли курс обучения? Нужно ли второе высшее образование? И какая именно программа будет вам достаточна для того, чтобы входить в новую отрасль? Может быть, есть вариант совместить учебу или даже новые функции с старой работой, или, по крайней мере, с работой в той сфере, той области, которая вам знакома. Это как раз поможет подстраховаться в случае неудач, о которых я уже говорила. И еще один важный момент, который на следующем слайде обозначен, сейчас мы его увидим, это момент самопрезентации. Ни один из рекрутеров не умеет читать мысли, хотя нам этого очень хочется, и, соответственно, не всегда нам очевидно, почему специалист, который до этого работал в бухгалтерии, откликается на позицию, например, специалиста по контекстной рекламе. Когда большое количество откликов мы получаем, не всегда есть возможность оценить все моменты и продумать это за вас. Поэтому есть для вас те инструменты, которые работают. Это, собственно, и сопроводительное письмо, в котором можно отразить как раз сильные моменты из предыдущего опыта и те наработки, которые вы уже сделали в новой отрасли, в новой сфере. Описать то, что вас мотивирует, описать требования работодателя с точки зрения тех способностей и навыков, которые уже у вас есть. То есть показать, как вы сможете закрыть потребность вакансии, которая сейчас открыта. Собственно, обязательно отразить эти же моменты и в резюме и тщательно готовиться к интервью, когда мы говорим и про потребности работодателя. И вот в этот момент, в этот контекст, встраиваем свои способности, свои навыки, формирует так называемые ценностные предложения. Собственно, чем, опять же, я думаю, помогает и Ольга Юрьевна, и чем помогают карьерные консультанты. Собственно, есть еще один такой уже, да, заключительный слайд, который подводит небольшой итог тому материалу, которому я вам рассказала. И, соответственно, есть этапы подготовки, когда есть время для того, чтобы разобраться в себе, проанализировать рынок, проанализировать возможности и потребности, продумать риски, поставить свой план, ну и, собственно, переходить к заполнению этих пробелов и уже по ходам по собеседованиям, когда вы будете к этому готовы, чтобы, собственно, двигаться к той работе мечты, в которой, я надеюсь, вы хотите оказаться. И, собственно, самый последний слайд, который я бы хотела, наверное, оставить немножко на экране. Тут уже не серьезная информация, но это возможность чуть-чуть выдохнуть и, может быть, сформулировать вопросы, которые у вас появились. Я полагаю, что можно задать их и голосом или написать в чате. Да, коллеги, я бы предложила, знаете, вот, что мы важное не сделали, оценить аудиторию, кто сегодня собрался. Можете ли вы написать в чат буквально там свою сферу, в которой вы находитесь сейчас, чтобы можно было нам как-то предметно, да, может быть, еще пару каких-то советов дать, кто вы сейчас, и, может быть, то, что нас не так много, и можно будет по чату оценить. Пока вы пишете, я тоже хотела отметить, вот, Елизавета, у вас был такой интересный слайд, можно меня на него переключить? Да, да, конечно. На мой взгляд, вот, скорее всего, вот, да, вот этот слайд такой, как бы, показательный для специалистов финансового профиля по вакансиям, которые, в которые хорошо было бы прийти, имея какой-то, да, базис в финансовой сфере. И где бы этот ваш базис, он был бы вашим преимуществом. Так, я вот вижу, да, что... Коллеги, пишите, не стесняйтесь в чат, чтобы мы просто... Так будет легче нас сфокусироваться на том, кто сегодня, да, и какие-то комментарии давать именно по вашему профилю. Вот, Наталья пишет, что она сейчас только учится на бухгалтера. Кто-то уже бухгалтер по МСФО. Мы сейчас, ну, чуть позже мы еще поговорим про сферу экономики. На мой взгляд, действительно, сфера IT, она для многих соблазнительная, и потому что зарплаты там действительно хорошие, есть много вакансий. И вот, Елизавет, мой вопрос, да, какие бы вы, как бы вы сориентировали наших слушателей, вот, допустим, на перспективу. Куда с таким бэкграундом, вот, кроме как, допустим, программист, консультант 1С, младший бизнес-аналитик, вот, какие еще можно к чему присматриваться для вопроса расширения кругозора? Ольга, на самом деле мы можем вернуться на там, вот как раз первый слайд, где зарплаты были приведены, это просто как примеры, а ограничений нет в принципе на самом деле. То есть, если человек понимает, что у него есть интерес к дизайну, например, да, вот, это можно, это можно этот переход совершать, да, если он оправдан и он интересен. В принципе, вот, мой подход сейчас, да, наверное, как раз предполагает использование финансового бэкграунда, и, по сути, вы сейчас используете продукты, используете системы, используете софт в своей работе, а вы можете помогать другим людям его использовать на уровне консультирования, на уровне доработки этих решений в более глобальном смысле. То есть, там, да, устроиться в компанию 1С, да, и уже влиять на развитие программы в целом, да, в России, например, или устроиться в компанию, которая это решение внедряет. И на одном языке разговаривать с вашими уже бывшими коллегами о тех потребностях, о тех головных болях, с которыми они сталкиваются, понимать их уже буквально, да, изнутри чувствуя каждый этот нюанс, и своим коллегам рассказывать о том, какие доработки можно сделать для того, чтобы максимально гладко это использование происходило. Ну, это вот то, что на поверхности, наверное, и то, что я как-то вот пропагандирую в некотором плане. Отвечая на ваш вопрос, Ольга, ну, ограничений нет. То есть здесь, может быть, есть интерес к управлению проектами, может быть, есть к уходу, да, от какой-то финансовой отрасли в целом, да, и совершенно там все у специалистов, например, переквалифицироваться, что, в принципе, достаточно, опять же, низкий порог вхождения, но чтобы быть качественным специалистом, естественно, потребуется много усилий, времени и на обучение, и на практику. Тоже, Ольга, о чем мы уже успели сказать вначале. Да, но мне кажется, вот важный слайд, который был, это действительно запланировать, если вы немного уже выгорели, устали от своей сферы, запланировать переход. И вот я бы еще так попросила прокомментировать, вот ваш слайд, время на переход 6-8 месяцев. Вот что здесь имеется в виду? То есть имеется в виду, что есть время обучения, а есть еще время, когда вы уже имеете образование, но еще не имеете опыта, да? Я просто хотела разделить, да, потому что есть вот месяцы, да, которые нам потребуются, а есть, ну, в эти месяцы мы должны вписать учебный курс и выделить на него 2-3-4 часа в день, неделю, которые вы просто будете тратить ежедневно. Вот про вот этот период времени говорю о том, что если вы сейчас уже остались без работы, то, может быть, это не самый лучший период включаться в дорогостоящее обучение и ходить по собеседованиям на новую для вас отрасль и образование. То есть понимать, что время для того, чтобы включиться в новую сферу, оно вам потребуется. Чтобы вот в этот период у вас был источник дохода, у вас была возможность отдыхать, у вас была возможность учиться. Да, и тоже, вот, допустим, на практике сталкиваясь, многие, правда, не всегда оценивают при переходе, что они попадают на, ну, опять как бы на более низкую ступеньку, да, и они попадают опять на старт. И мне кажется, это важно, вот акцентируя всегда на этом внимание, к сожалению, уже постфактум, да, когда вот на карьерной консультации, что здесь придется снизить, да, свои ожидания, придется встать опять на позицию выпускника, хотя и уже с определенным бэкграундом, показывать работодателю, что вы готовы учиться, готовы там работать в команде, да, с коллегами. И вот эта подушка безопасности, вот, которая вот на этом слайде, на мой взгляд, это тоже очень важный такой момент, когда вы сначала первые там полгода, да, соглашаетесь на ту зарплату, которую вам предложат, а не на ту, которую вы хотите. Правда, здесь важно вот этот карьерный план для себя всегда составлять, чтобы были деньги на обучение, на переход, ну, и на какое-то вырабатывание. Да, Ольга, спасибо. И вот здесь я бы добавила, что это, ну, некоторые моменты инвестирования в себя. То есть, опять же, если мы говорим про осознанный переход в то направление, которое вам интересно и которое вы понимаете, что будет востребовано и будет приносить больший доход, чем есть, например, сейчас, то любое обучение, любой вклад в ваше развитие – это инвестиция. Он окупится, он вернется к вам. И вот мне кажется, очень важно или как-то самому этот момент продумать, или вот как раз, опять же, совместно с консультантом, вот тот момент обоснования перехода для потенциальных работодателей. Вот Ольга одну версию озвучила, я озвучу другую, что можно приходить как человеком, который обладает багажом знаний и навыков, и эти навыки и знания сможет применить вот в новой работе, причем его знания, они шире, чем просто вот выпускника, который там аналогичный курс прошел после студенческого скамеи, например. То есть ваш жизненный опыт, ваш подход в работе – это может быть просто сильным, хорошим преимуществом. И приходить на переговоры нужно именно с уверенной, четкой позицией, понимая и сами, чего вы хотите, и транслируя эту уверенность и понимание потенциального работодателя. С этим тоже нужно работать, нужно готовиться к собеседованиям, максимально качественно, и с точки зрения технического бэкграунда, и с точки зрения того, как вы информацию презентуете, поэтому я обязательно рекомендую репетировать это собеседование буквально, может быть, даже просто со своими знакомыми, кто готов вам помочь, но есть смысл уделить этому, опять же, то же самое время, которое нужно выделить в течение рабочего дня. Да, я здесь хотела бы ответить, что вот как раз в помощь, да, карьерные консультанты, специальные люди, которые зачастую с опытом в подборе, были на той стороне, и которые могут помочь вот эту самую презентацию составить, потому что очень часто мы тратим много времени на составление резюме, а человек не проходит дальше именно на этапе собеседования. О перспективах финансов, да, мы будем сегодня говорить, Алексей, просто мы рассматриваем разные варианты. Можно, если сфера сейчас финансовая, бухгалтерская, да, в ней большая конкуренция, то есть разные варианты, это переходы в другие сферы и также развитие в своей сфере, да, приобретение в своей сфере каких-то навыков актуальных для вашей профессии, о чем мы сейчас продолжим говорить. Ситуации бывают разные. Кто-то выгорел, кто-то давно не развивал свои навыки, кто-то, ну, как бы хочет остаться в своей отрасли, кто-то ищет другие возможности. Вот. Да, Алексей, я говорю о том, что следующая у нас презентация, как раз следующий спикер как раз об этом будет говорить. Итак, Елизавета, огромное спасибо. Спасибо вам, Ольга. Следующий спикер Татьяна Сикачева. Так, Татьяна на связи? Пока не слышно. А сейчас? Да, сейчас слышно, все хорошо. Добрый вечер. У меня презентация называется «Навигатор карьерного пути». Собственно, хотела бы с вами поговорить как раз о том, что можно делать в настоящий момент. Ольга, можно следующий слайд? Для начала давайте познакомимся. Я, собственно, меня зовут Татьяна. У меня первое образование в сфере IT-технологий, второе – психология. То есть, надо сказать, что для меня это, наверное, знакомая ситуация, когда ты переходишь из одной сферы в другую. То есть, я на практике сталкивалась с этим. У меня большой опыт в части, скажем так, карьерного развития. И благодаря этому у меня есть очень много полезных навыков и понимания, как вообще искать новую работу, как переходить из сферы в сферу. И, соответственно, я хотела бы тоже с вами этим поделиться. В настоящий момент также я занимаюсь консультированием. У меня, получается, карьерное консультирование плюс психология. И, соответственно, основная сфера – это развитие личности, собственно, человека. И являюсь коучем, старшим куратором в Центре развития личности. Можно следующий слайдик? Так, слайд у нас здесь назван «Здесь и сейчас». О чем я хотела бы вам в первую очередь сказать? У нас у всех есть прошлое, у нас есть какие-то предположительные планы на будущее. Но самое важное – это находиться в моменте сейчас. Когда мы находимся сейчас, мы понимаем, какие у нас есть ресурсы, какие у нас есть желания, да, и, собственно, какая сейчас ситуация. Как у нас, ну, публик у нас разный, так скажем, да. Кто-то находится в начале карьерного пути, собирается пойти в финансовую сферу, кто-то хочет сменить финансовую сферу, кто-то хочет, соответственно, остаться в финансовой сфере. Но вот сейчас тенденции в части кризиса и в части сокращения их пугают. И надо сказать, что сейчас общая тенденция, с учетом ситуации 2020 года, что все немножко находятся, скажем так, в эмоционально нестабильном состоянии. И из-за этого у нас может падать настрой, да, то есть мы можем не верить в свои силы, нам может казаться, что вокруг все против нас. И вот здесь очень важно вернуть внимание внутрь себя и, собственно, в первую очередь проанализировать, а куда я иду. На слайде вы видите путь – это четкое понимание, откуда и куда вы идете. Есть две позиции, да, можно идти от чего-то, можно идти к чему-то. Очень часто мы идем от чего-то. Как говорится, когда что-то случилось, тогда мы уже начинаем думать. Да, вот, скажем, если мы рассматриваем негативный сценарий, да, то есть есть волна сокращений, вы уже думаете, а как же я? Да, и это, конечно, хорошо, но лучше, конечно, идти по пути к чему-то. В первую очередь, когда вы начинаете думать о том, куда-то пойти или сменить сферу, или сменить компанию, задумайтесь, чего вы хотите. Да, ну и в целом у нас вообще есть три варианта действия в данной ситуации. Первый вариант – ничего не делать. Второй вариант – это сменить место работы. И третий – это сменить род деятельности. Можно следующий слайдик? И давайте рассмотрим каждый из этих вариантов. Я думаю, что многие из вас сталкивались когда-то с этим вариантом или могут столкнуться. В этом хорошо бы сразу понять, в чем есть преимущества, а в чем недостатки. Данный вариант – ничего не делать. Первый. И если мы говорим, допустим, о сокращениях каких-то или о кризисе, или, соответственно, скажем, если вы хотите поменять сферу, да, или вы хотите, как, скажем, студент, пойти в какую-то сферу, но у вас есть какие-то сомнения, и вы все, ничего не делаете. Ну, с одной стороны, плюсы тоже есть. Возможно, ситуация поменяется, и вам не придется идти, например, работать вообще. Скажем, для девушек, может, это актуально, как брак, да. Если вы именно в сокращении, ну, может быть, ваша компания хорошо заключит договор с другой компанией, и сокращения прекратятся. Начальство может отнестись к вам, что они все-таки поймут, что вы классный сотрудник, и не надо вас увольнять у других, можно вас не трогать. Вот. Или предложат какую-то альтернативу внутри компании. Это все хорошие стороны. Есть, собственно, отрицательные стороны, что ваше состояние, именно внутренне, будет оно нестабильное. Это всегда нервы, когда ты не знаешь, что тебя ждет, когда ты не можешь контролировать. И это относится и к финансам, это относится, допустим, к планированию отпусков, к покупкам каким-то. Ну, и в целом, когда вы зависите от кого-то в негативном плане, то что в любой момент вам можно сказать, что до свидания, ищите новую работу, это не очень хорошо. Давайте посмотрим следующий вариант. Второй вариант – это сменить место работы. Здесь в данном случае мы говорим, когда мы находимся, ну, допустим, работаем бухгалтером, да, и мы хотим поменять место работы, независимо от того, какие это причины. Мы можем говорить о том, что это какие-то внутри причины в части сокращения. Это может быть именно ваше выгорание, и вы понимаете, что в этой компании что-то уже не так, и вам не хочется здесь работать. Соответственно, вы ищете другую компанию. А в чем хорошо? Ну, остаться в профессии – это не нужно переучиваться. То есть у вас уже есть определенный опыт, да, и его количество, собственно, это является сейчас ценностью на рынке. Второй момент – к сожалению или к счастью, не знаю, в России принято такой переход между компаниями, и в этом смысле всегда увеличивается доход. Вот такая тенденция присутствует, причем, мне кажется, во всех сферах и довольно-таки у большого количества лет. Вот. Вот. Какие минусы такого варианта? Новое место работы может не помочь ситуации. То есть если мы говорим, что есть общая тенденция о сокращении, да, финансовых, то можно нарваться на ту же самую ситуацию. Вы придете в новую компанию, и там тоже начнется волна сокращения. А поскольку вы еще и новый сотрудник, понятно, что вы попадаете в первую очередь под угрозу. Второй момент – это отсутствие новых знаний в вашей области. А когда человек находится в одной области и работает долго-долго, у него складываются определенные знания на практике. Но надо сказать, что сейчас мы живем в IT-мире, да, в мире технологий, которые, в принципе, задают тон, что все автоматизируется, и в части финансов в том числе. Соответственно, если вы периодически не знакомитесь с материалом, связанной с вашей профессией, да, не проходите какие-то курсы, то у вас, соответственно, образуется какой-то прогал знаний, которыми вы не владеете. Возможно, в вашей компании на данный момент этих знаний не требуется, но, соответственно, в следующей компании, в которой вы хотели работать, эти знания будут нужны, а у вас их нет. Следующий слайдик. Какие перспективы финансов в нашем автоматизированном мире? Ну, я могу поддержать предыдущего оратора в части того, что IT-технологии очень перспективны в части того, что можно совмещать их с финансами, да, и с одной стороны все финансы стремятся к автоматизации, с другой стороны никуда мы не уйдем от ручного труда, потому что, скажем, некоторые расчеты требуют обязательно участия человека, несмотря на то, что есть программа. Давайте вернемся к презентации. Третий вариант – это сменить труд деятельности. Плюсы – это возможность заниматься тем, что интересно. В долгосрочной перспективе – это увеличение дохода. Мы понимаем, что когда мы приходим в новую сферу, там, соответственно, доход ниже может быть, но, соответственно, дальше это будет работа на перспективу, и, как вот показывали, что действительно, чем больше ты находишься в сфере, тем доход увеличивается. Ну и, соответственно, новые знания и навыки, которые вы можете приобрести. Какие негативные варианты? Это отсутствие компетенции, меньше суммы зарплаты при старте и вероятность, что сфера не понравится. Да, такое возможно. Но при этом мы, соответственно, понимаем, что вот эти все варианты, они имеют место быть. Каждый для себя эти варианты может проанализировать, понять, какие у него там будут возможности, что действительно ему применимо, а что нет. Можно следующий слайдик? И, соответственно, что я хотела бы порекомендовать? Ну, во-первых, первый пункт – ничего не делать. Надо сказать, что если ты ничего не делаешь, значит, ты не управляешь ситуацией, а когда вокруг тебя люди что-то другие делают, то, скорее всего, ты останешься в хвосте. Поэтому я настоятельно рекомендую все-таки начать что-то делать. И отталкивается это, в первую очередь, от своих желаний и от своих целей. И если мы рассматриваем как раз наш карьерный путь, в первую очередь нужно выявить и выписать свои сильные стороны и навыки. И это вам в первую очередь поможет, скажем, понять свою ценность. Когда вы находитесь в нервном состоянии, когда вы находитесь на перепуте, когда тут кризис, надо сказать, что вы не уверены. И когда вы приходите на собеседование, неважно, это новая компания или это новая сфера, у вас, соответственно, ваша неуверенность будет считываться. А в целом это выглядит так, что я не знаю, подхожу ли я вам, справлюсь я, стоит ли что-то, но возьмите меня, пожалуйста. Но, соответственно, даже если вы это не проговариваете вслух, ваше вот это вот волнение внутренне, оно передается. И, с другой стороны, даже при одинаковом раскладе выбор может сложиться в пользу другого кандидата, который уверен в себя и который продает себя как классного специалиста, потому что он знает свои сильные стороны и навыки. Поверьте, у каждого из вас есть эти сильные стороны и навыки. И когда вы пишете их, когда вы составляете резюме с учетом этих знаний и проходите собеседование, у вас есть внутренний стержень, который, ну, то есть вы себя, грубо говоря, продаете как специалиста. Вы не ходите по собеседованиям, который, как человек, который ищет работу. Вы ходите на собеседование, чтобы посмотреть, подходит ли вам работа, подходит ли вы, да, и это уже договор двух равных людей. И, соответственно, с такой позиции у вас больше шансов устроиться на работу и удачно пройти собеседование. И, возвращаясь к пути, возьмем путь остаться в этой сфере, да. Соответственно, для того, чтобы оставаться в сфере финансов, и вам требуется в первую очередь как раз выявить слабые стороны в своей области. Это к моменту о том, что если появились белые прогалы, соответственно, следует пройти какие-то дополнительные обучения. С одной стороны, это дополнительные знания для вас и навыки. Вот как Ольга сказала, что сейчас действительно обучение построено на том, что не просто только теоретическую часть, но и уже и практическую какую-то внедряют, и ее побольше попробовать. После того, как вы получили знания и навыки, у вас еще также будет бумажка, да. И несмотря на то, что бумажка – это не показатель, но бумажки очень ценятся у нас. Да, и когда работодатель будет смотреть ваше резюме и увидит ваш опыт, и, соответственно, что вы в последнее время наращиваете свои навыки, свои знания, соответственно, это будет вам в плюс, он будет понимать, что вы развиваетесь в своей сфере, да, вы интересуетесь новыми технологиями, да, и, соответственно, обновляете свои знания. И, конечно, это будет выглядеть в его глазах как заметный плюс. Соответственно, и исходя из этого, мы обновляем резюме. Резюме обновляем, с одной стороны, с учетом наших новых приобретенных навыков, с другой стороны, просим карьерного консультанта помочь вам, потому что правильно составленное резюме, оно действительно очень влияет на то, как работодатель будет вас оценивать, пригласит он вас или не пригласит. В частности, даже если вы делаете в одной сфере, но под разные должности, то одни и те же ваши заслуги на прошлом месте работы можно описать по-разному, да. Ну, например, просто по своей области могу сказать, что я вот аналитик как раз в IT-сфере, и, соответственно, когда у меня было желание перейти в менеджеры, я понимала, что мне не нужно писать, какие технические вещи я родила, но больше указать управленческих вещей. Соответственно, это все те же самые вещи, но другими словами. Обратите внимание на это в части, когда будете составлять резюме, и в части своей сферы, и даже если вы захотите прийти в новую сферу. Это такой вот лайфхак. Второй наш путь – это перейти в новую сферу. Как вот уже ранее сказали, что, да, действительно важно знать, что вам интересно, да, поэтому попробуйте написать интересующие вас области деятельности. И я бы сказала даже не просто описать, а действительно найти про эту информацию и примерить на себя этот образ, хотите ли вы вообще быть в этой области. Тоже как пример наглядный, да, когда-то у меня там было желание стать флористом, и в моем понимании это было очень круто, когда ты собираешь букетики, но по факту, когда я пошла засмотреть в YouTube про профессию больше, я поняла, что творчество там довольно-таки минимальное, и ты подстраиваешься под заказчика. И весь романтизм этой профессии, в принципе, исчез. Соответственно, в новой сфере поспрашивать, получить больше информации, понять, насколько вы хотите в этой сфере работать, насколько она перспективна. Почему еще очень большой уклон делается на IT-сферу? IT-сфера довольно-таки широка, она действительно может быть и в части бизнеса, и в части каких-то программных вещей, да, то есть и в части рекламы в том числе. И, соответственно, вы можете найти свою нишу. И IT, к сожалению, это та сфера, без которой мы не можем обойтись, и наше развитие как раз уходит в IT, и зарплаты там действительно очень высокие. И могу сказать, что при старте, если так смотреть, да, вы можете... Это старт в любом случае больше 50 тысяч, да, и один год работы в IT уже считается опытом. Если вы за один год что-то сделали, потом перешли, допустим, в другую компанию, там один год поработали, все, вы уже специалист среднего звена, и действительно вы уже интересны, ну, как заказчику, скажем так. Вот. И точно так же мы составляем резюме, но когда мы переходим в новую сферу, у нас определенные форматы резюме, когда мы не ориентируемся на свой предыдущий опыт, мы ориентируемся на те курсы, которые мы новые закончили в нашем новом направлении деятельности, да, и ориентируемся на то, с чем, собственно, заказчик что хочет получить, да. Вот. Когда выкладывают вакансии определенные требования, вы смотрите, и, соответственно, какие требования вы уже соответствуете, какие знания вы уже получили, и как вы можете использовать. Да, может, у вас небольшой опыт или вообще его нет, но, соответственно, у вас уже есть знания, у вас есть определенные навыки, и стоит об этом сказать. Потому что я понимаю, что не надо описывать очень много всего, потому что вы придете на собеседование, и вас могут спросить, да, и если вы не ответите, это будет не очень красиво. Но если вы уже их изучали, и вы понимаете, что вы можете развиться и пойти в это дальше, то обязательно стоит это указывать. Можно дальше. Если мы говорим остаться в своей сфере, ну, в данном случае мы имеем в виду финансовую сферу, о чем, на что стоит обратить внимание? Есть госкомпании или большие холдинги, да. Как было ранее сказано, что сейчас закрывается, ну, или сокращение происходит в малом бизнесе и среднем, то стоит обратиться в большие компании. Это могут быть в том числе какие-то банки большие, да, это могут быть госкорпорации, это могут быть холдинги, которые объединяют в себя несколько компаний. И в любом случае здесь всегда будут требоваться сотрудники, потому что большой участок, и для них сокращение одного или двух человека, это является, ну, совсем, ну, не то, ради чего они будут заниматься сокращением, скажем так. Алексей пишет, в больших компаниях тоже сокращения, они очень большие. Ну, вот стоит рассматривать компании, в которых более-менее стабильны и развиваются. Я бы, на самом деле, рекомендовала рассматривать банковскую сферу, потому что банковская сфера, особенно если мы говорим о наших пятерке топ, да, или даже наших два больших, это ВТБ и Сбербанк, которые считаются приближены к государству, да, то, соответственно, эти банки развиваются, и они только набирают обороты. Вот. Несмотря на автоматизацию, как я сказала, всегда будут требоваться сотрудники. Алексей, я понимаю, что, возможно, сокращение есть, да, но в данном случае надо понимать, что сокращаются не всегда из-за того, что общая тенденция сокращать могут, потому что не устраивает качество работы, сокращать могут, потому что являются, допустим, старые штаты, они хотят обновить. Причины бывают разные, но как общий вектор того, на что стоит обратить, это именно большие компании, если мы говорим о сокращении в малом. Согласитесь, когда у вас есть большая компания и там большой штат, да, вероятность сокращения конкретно одного человека гораздо ниже, нежели мы говорим о сокращениях в небольшой компании, которая может вообще просто закрыться сама по себе. Далее, на что можно еще обратить? Консалтинговые услуги. Здесь есть преимущество в консалтинговых услугах, что вы работаете на компанию, которая сама подбирает вам проекты, в частности финансов. Это может быть какой-то финансовый аудит, да, других компаний. Здесь получается, что вы непосредственно заключаете договор с консалтинговой фирмой, а консалтинговая фирма уже занимается тем, что поставляет вам работу. В этом случае есть определенные гарантии того, что у вас не будет ситуации, в которой у вас отсутствует работа. Далее, есть вариант самозанятый и ИП. Учитывая, что если ты работаешь долго в сфере финансовой, и если мы возьмем, допустим, услуги бухгалтера, да, то следует сказать о том, что в определенный момент человек понимает, что он может перейти на новую ступень, уйти в ИП, когда он начинает работать, либо выставляя свои услуги на сайтах. Сейчас довольно-таки популярные сайты, в которых можно заявить о своих услугах, и, соответственно, люди точно так же ищут вас. Есть определенные каналы соцсетей в Телеграме, где можно также выкладывать свои, предлагать свои услуги, и, соответственно, тоже могут найтись люди, которые будут рассматривать вас как проектную работу. Например, если вы видите бухгалтерию, а человек открывает ИП, соответственно, он может или, допустим, или компанию, но компания небольшая, ему требуются бухгалтерские услуги, самостоятельно он заниматься этим не хочет, соответственно, он может вас привлекать проектно для того, чтобы вы ввели бухгалтерию. Это может быть как и смена работы вообще, да, это может быть как дополнительная подработка, которой вы, собственно, будете заниматься. И, соответственно, сейчас есть тенденции личного бренда, да, когда вы рекламируете свои услуги, в частности, в соцсетях, и вы делаете акцент на самого себя и показываете, какие у вас есть ваши навыки, да, и чем вы можете быть полезны для других. Да, это требует времени, но, соответственно, дальше вы получаете определенный профит с этого, у вас могут быть, собственно, заказы. И самое главное, когда вы решаете оставаться в своей сфере и при этом, ну, то есть не менять сферу, и здесь очень важно помнить, что у вас есть свой опыт, его нужно ценить и развиваться дальше. Когда вы приходите на собеседование, у вас не должно быть такого, я не знаю, какого-то страха или сомнения, что вы не подойдете. Я могу сказать по своему опыту, это неважно, какая сфера, да, если вы знаете четко, что вы умеете, если вы понимаете, куда вы движетесь, вы понимаете, что вы готовы развиваться, да, и вы когда приходите и заявляете о себе, во-первых, ваш текущий работодатель с таким вашим настроем будет понимать, что ему не захочется потерять такого сотрудника. новый работодатель, он точно так же будет видеть вас с этого ценного сотрудника и с удовольствием вас возьмет в штат. И главное, чтобы вы этого не забывали, и именно с этим состоянием будете двигаться дальше, потому что я очень много, ну, скажем так, исследовала в части того, когда человек хочет менять работу, это чаще всего состояние, когда ему что-то не нравится на новой работе, хотя буквально недавно она была работой мечты. Здесь заключается в том, что на самом деле работы-то не поменялись, поменялись вы сами. Вам что-то не стало не хватать, какой-то вашей мотивации, ну, вашей мотивации там не реализуется. И, соответственно, когда вы переходите на следующую работу, да, важно, чтобы вы не пришли к тому же и на той работе. И здесь вот вопрос того, чтобы вы понимали, чего вы хотите, вашу мотивацию, ваши ценности, ваши навыки. И вот зная все вот эти вещи, вы будете всегда в позитивном настрое и всегда ценны на рынке HR. Можно следующий кадр? И если мы говорим о смене вида деятельности, как, собственно, замечали, что первый момент, что нужно рассмотреть, это около своей деятельности, около своей области. Это сферы, близкие по направлениям. Это в первую очередь может расшириться поиск от своего отдела до своего направления. То есть, грубо говоря, если мы говорим про финансы, да, вы можете рассматривать аналогичную должность, да, и искать работу по ней. А можете взять, скажем так, смежную. И таким образом, с одной стороны, для вас это будет новое, да, там потребуются какие-то дополнительные навыки, потребуется обучение, но, с другой стороны, у вас есть уже большой опыт и знание в смежной области. Плюс, около своей области также можно рассмотреть дополнительные варианты, как обучение других и консультации. Скажем, в зависимости, конечно, от той специальности, которая у вас есть, да, можно рассмотреть это и посмотреть, скажем, куда с этим пойти. О чем я говорю? Ну, например, если мы говорим о человеке, который есть знание, ну, например, о рынке ценных бумаг, да, и в данный момент он работает в своей специальности и понимает, что, ну, все, ну, как бы надо что-то менять. Но, в первую очередь, можно рассмотреть это действительно в части того, что они хотели бы вы, скажем, ну, предоставлять какие-то смежные услуги. Вот. Дальше. Финансовые услуги в части, куда можно поменять, это банковские инвестиционные услуги. Сами банки и сейчас, почему я поставила акцент инвестиционные услуги, сейчас даже сами банки становятся, стараются развиваться именно в части акций, облигаций, брокерские услуги. Это было давно. Я могу сказать, что я сама начинала свою работу именно с брокерской компанией. И сейчас я знаю, что эта сфера очень активно наверстывает, скажем так, усиливает обороты. Вот. И в этой сфере можно посмотреть разнообразные вакансии. Плюсом будет то, что вы уже ориентируетесь в бухгалтерии, в финансах. И, конечно, несмотря на то, что для вас эта сфера, ну, какой-то вид деятельности будет новым, то для брокерателя будет ценно, чтобы вам не требуется вхождение в предметную область. Соответственно, вы быстрее поймете, о чем речь, и, возможно, ваш какой-то уникальный опыт будет ценен для самого работодателя. И, собственно, IT-услуги, опять возвращаясь к ним, как раз ваши знания и навыки действительно могут быть полезны в IT-проекте. Приведу пример из своей жизни, своих двух подруг. Одна подруга раньше работала в бухгалтерии как раз. Соответственно, она ушла в аналитику, в IT-сферу, связанную с 1С-системами. Буквально прошло сейчас, наверное, пять, нет, меньше четыре года где-то, да. То есть она от аналитика поднялась до руководителя направления, и, соответственно, сейчас у нее есть много проектов, а сейчас она со своей области получает, ну, в общем, порядком 200-250 тысяч. То есть это надо сказать, что человек пришел в эту сферу и легко поднялся. Второй пример. У меня подруга есть, которая изначально получила образование географа и работала по специальности и по своему роду деятельности, часто ставилась тем, что ей приходило ставить задачи инженером. И это очень похоже по своей специфике, когда ты ставишь задачу программистам, когда ты знаешь предметные области, знаешь, как это сделать. В итоге в результате, ну, она перешла в IT-сферу, и сейчас крутой IT-специалист. И это тоже какие-то там несколько лет, да, и очень быстро поднимается и в части своего, своих навыков, да, участия в проектах, да, и в части финансовой. Если для вас важно, чтобы еще сейчас увеличить свой доход, обратите внимание на IT-сферу. Поверьте мне, это самая такая благородная сфера в части того, что платят там очень хорошо. Ну, и что бы я хотела, наверное, порекомендовать, это главное идти к своей цели и не бояться нового. Когда мы пытаемся сменить сферу, у нас начинается вот этот комплекс самозванца, а вроде бы я поучился каким-то курсом, а на смогу ли я, да нет, я ничего не знаю, а вот другие. Вот это стоит отставить, потому что, в первую очередь, вы эти знания приобрели, у вас это все есть, у вас всегда есть дополнительные возможности, получить какое-то дополнительное образование, спросить советы у специалистов, собственно, самому прокачаться, и все у вас, конечно же, будет получаться. Важно действительно пойти по этому пути. Можно следующий слайдик? Смотрите, подводя итоги, я что хочу сказать. Несмотря на то, какая внешняя ситуация в стране, несмотря на то, какая ситуация в вашей компании и в данный момент, все очень многое, ну, очень многое зависит от вас самих, от вашего состояния, от вашего настроя, да, от понимания, то, что вы действительно ценный сотрудник. Пока у вас этого понимания нет, оно никаким образом не появится у других людей, да, и в частности, у рекрутмента, в частности, у будущего работодателя. Если вы сами понимаете, вы это будете транслировать. Для того, чтобы понимать, опять же, повторюсь, нужно знать свои сильные, слабые стороны. В первую очередь, конечно, здесь сильные свои навыки, и не просто знать, а стараться их развивать и усиливать. Когда у вас будет опора на них, соответственно, вы будете уверены и оставаться в этой же сфере в том числе, да, когда работодатель будет смотреть на вас и понимать, что вот, да, вы ценный сотрудник, но у вас вот всех можно уволить, вас одного точно оставить, потому что без вас вся компания рухнет, да. Второй путь, который мы вот обсуждали, что либо вы выходите на другую компанию, и тогда вас просто собирают с руками, с ногами, потому что вот вы, и они видят вас, вот этого уверенного человека, который знает, что он может и действительно полезен будет для той компании. Ну, и третий вариант, когда вы приходите, и на что я хочу обращать внимание, когда вы приходите в новую сферу, у вас все равно есть пересечение со старой сферой, и вот это вот пересечение ваших навыков, которые могут быть полезны, обязательно озвучивайте работодателю, обязательно ориентируйтесь на них, и старайтесь начинать именно, чтобы вот эти, хоть какое-то вот это совмещение было, именно не прямо уходить совсем в новое, а все-таки искать вот это вот пересечение, и оно тогда для вас будет очень хорошим фундаментом для начала карьеры в новой области. Вот. У меня, наверное, все. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, я готова обсудить и ответить. Татьяна, спасибо. Я видела вопрос ранее в чате. Какие перспективы? Так, это мы ответили. Я потеряю работу бухгалтера, и следует мне менять род деятельности. Как считаете, в пользу автоматизации? Здесь, опять же, зависимость от того, как человек сам хочет. Если потерять работу бухгалтера, означает, что его вынуждают уйти с этой профессии, соответственно, надо понимать, хотите вы остаться в этой профессии или нет. Если хотите, значит, не с этой компании. У нас очень часто складывается понимание, что компания, мы за нее держимся, как вот эта вот есть привычка, что мы сначала в школе учимся, и мы не можем поменять школу, потом институт. Вот так же очень часто бывает на работе, когда ты работаешь, думаешь, я не могу потерять работу, это вот моя соломинка. Нет, если одна компания от вас оказывается, ну, значит, сами виноваты. Они потеряют такого ценного сотрудника. Вы берете и ищите другую компанию, в которой вы, как бухгалтер, будете очень цены. И поверьте, вы делаете одну и ту же вещь, но в разных компаниях, с одной компанией вас будут считать, там, да ты вообще никто, а в другой компании вас посадят на трон и подзянут корону, и скажут, мы тебя всю жизнь ждали. Поверьте, у меня был такой опыт. И это очень странно звучит, может быть, но по факту такое бывает. И, соответственно, ищите другую компанию, в которой вас примут бухгалтером, и действительно вам будет там комфортно, и вам там будет нравиться. Соответственно, если у вас самого нет желания оставаться в этой деятельности, не хотите быть бухгалтером, все, надоело, тогда смотрите то, что вам нравится. И здесь в части автоматизации, если вы хотите остаться, скажем, в финансовой сфере, смотрите в финансовую сферу с частями автоматизации, потому что автоматизация не означает, что все процессы будут выполняться программами. Там все равно есть люди, которые нажимают волшебную кнопку, и по которой все работает. Но в части автоматизации, опять же, надо смотреть, насколько вам это интересно. И, опять же, автоматизация бывает разная. Где-то кусок работы есть, в котором люди больше общаются и взаимодействуют, коммуницируют друг с другом. Например, даже вот, возвращаясь, опять же, к предыдущему примеру с IT, есть аналитики, бизнес-аналитики, которые общаются, они обсуждают, а как это будет выстроено. Они коммуницируют с другими аналитиками, с заказчиками, с дизайнерами. То есть они, по сути, не вникают в техническую специфику. Соответственно, если вам это больше интересно, вы можете пойти в эту сферу. Если вам интересно больше какие-то технические детали, или вы на самом деле, ну, вам не хочется общаться с людьми, вот, допустим, как бухгалтер, вы тихонечко составляли свой отчет, да, там, и вас никто не трогал. Соответственно, ну, пойдите в разработку 1С того же самого. Там немного поучиться, да, и вы поймете эти алгоритмы, поскольку сфера для вас это та сфера, в которой вы уже много лет работали, вы очень быстро схватите и начнете в ней работать. Вариантов очень много, очень зависит все от того, чего вы сами хотите. Ограничений в жизни нет. Ограничений мы сами ставим себе какими-то негативными установками на то, что у меня не получится, кому я там нужен. Все получится, потом главное поставить себе действительно вот эту цель и понимание, что если у вас есть вот это вот намерение, то подтянутся все ресурсы, подтянутся нужные вакансии, вы действительно справитесь с этим и пойдете в новую область или, соответственно, останетесь в старой области и пойдете в новую компанию. Татьяна, огромное вас спасибо. Было очень интересно, вдохновляющее выступление. Я поддерживаю тоже ваши слова. Хотелось бы, да, и от учебного центра сказать, что, ну, как бы, тоже всеми силами стараемся создать такую атмосферу развития и поддержки для вас. Татьяна, благодарю. У нас еще остался один спикер. Валерий Иванов, эксперт по финансам и специалист в области экономики. И, Валерий, Валерий, вы с нами? Да, коллеги, здравствуйте, добрый вечер. Рад приветствовать вас всех в Центре компьютерного обучения специалист. Меня зовут Валерий Иванов. С Центром уже более 10 лет. Конечно же, хотелось рассказать о финансовой сфере, о секторе, о том, что на сегодня, это, конечно же, бухучет, банковское дело, налогообложение. Эти профессии, они не умрут никогда. То есть, многие говорят, что там по бухучету меняется парадигма, модель. Ну, 500 лет существовало это направление и с развитием частного бизнеса, и все дальше и дальше будет существовать. И будет на сегодня многие говорят о искусственном интеллекте. Меня пригласили, вот сейчас участвовать в проекте создания искусственного интеллекта в сфере бухучета. Все равно будут нужны люди. И если соискатель сам заинтересован в том, чтобы работать, получать профессию мечты или развиваться, то его горящие глаза всегда будут это учитывать. Ну, и я сам уже работаю специалистом, уже более 50 человек лично устроил на бухгалтерские профессии. Сейчас есть вакансии и не на маленькие зарплаты. Что можно сказать? Что уровень зарплаты реально бухгалтера за последние 10 лет не изменился, и это печально. То есть, не изменился. Остался на таком же уровне от 40-90 тысяч максимум. Это такой, ну, если брать любой участок, 40-90. Если суперкрутая профессия, там, вот у нас есть слушатели по МСФО, возможно, с знаниями МСФО, ДПФР, ССС, с развитием компетенции, навыков, умений, можно получать больше денег. И, конечно же, ну, это крупные компании, западные, сегодня реформируется весь бухучет, поэтому бухгалтера все равно будут ценные. То есть, сейчас самое время действительно учиться, обучаться, потому что многие стандарты учета меняются, и в это время многие просто уходят из профессии, и вакансии всегда есть на эту тему. Желание должно быть, желание хотеть и работать. Если человек не хочет, то, конечно, он ничего не добьется. поэтому профессия, вот если я постоянно мониторирую рынок вакансий по бухучету для слушателей, для коллег, для всех, и знаю сезонный характер, то есть, с декабря по май месяц включительно, это идеальное время для поиска работы бухгалтера. Декабрь-май, летом, там осенью, редко кто, что меняет. А с декабря по май у всех нервы сдают, годовой отчет, потом квартальный, поэтому если сейчас в поисках, то, конечно, самое время приступать, начинать работать, заниматься. И, конечно, всегда не нужно бояться, как сказали коллеги, не нужно ничего бояться, нужно начинать и делать. Да, легко сказать не нужно ничего бояться. Уважаемые слушатели, вот я вижу, у вас не так много осталось, напишите, может быть, какие у вас сложности, чтобы мы могли с Валерием обсудить, может быть, дать какие-то рекомендации. В чем вас нужно поддержать, да, вот сейчас в вашей ситуации, может быть, есть какие-то белые пятна, и нужно их осветить. Вот лично мне, например, интересно, что делать тем людям, да, которые, допустим, ко мне на карьерную консультацию обращались, которые, правда, долго провели на своем рабочем месте, не меняли работу, не искали работу, и сейчас есть такая тенденция передавать целые службы, да, на удаленное какое-то в далекие уголки России, где зарплата намного меньше, передавать целые службы, чтобы люди работали там, и, соответственно, вот люди в больших городах, правда, лишаются рабочих мест. И, ну, здесь какая-то, знаете, такая, на мой взгляд, большая проблема сейчас, вот тенденция, она уже ей, наверное, лет пять. Наблюдали такое, Валерий? Да, конечно, энергетика вся, то есть, Московская область, многие крупнейшие предприятия вывели весь участок расчета зарплаты, зарплатно-кадровый учет, то есть, то, что условно-универсально в стране, в любом регионе, выводят в Екатеринбург, в регионы, это вот за мои, там, 15 лет последние, я наблюдал, ну, очень много раз, сейчас популярно направление выводить бизнес, менять юрадреса в пользу Крыма, потому что много льгот, страховые взносы в разы меньше, то есть, бизнес, конечно, ищет там, где лучше, конечно, ищет пути оптимизации налогообложения, и если идет существенная экономия на ФОД, конечно, капиталисты пользуются этой возможностью и всегда, всегда будут стремиться к этому, вот у нас крупнейшая энергетика, вот в Москве, в Москве, в Московской области полностью зарплатно-кадровый блок вывели в регионы, потому что, если уровень зарплаты 40-50 тысяч, расчетчиков, в среднем по России, то по Москве это 90-100, это самый высокоплачиваемый участок, это расчет зарплаты, расчет зарплаты, это отношения с поставщиками-покупателями, это самое высокоплачиваемое, и если экономия в два раза меньше, а крупные предприятия, вот на примере МЭСК, там 120 бухгалтеров, только 40 расчетчиков, 40 кадровиков, 40 отделов труда и заработка, то есть существенная получается экономия ФОТ, а многие, если живут в Москве, они, конечно, не согласны переезжать в регион из этого, поэтому высвобождается рабочая сила в столице, а в регионах же, наоборот, появляются вакансии, но в любом случае, если вы бухгалтер, бухгалтер всегда научен многозадачности, если он многозадачен, он будет брать подработки, он будет вести несколько фирм, он не будет сидеть на месте, будет зарабатывать и генерировать денежные потоки, то есть в любом случае он не может остаться без профессии, если это именно истинный бухгалтер, я вот так считаю. Я бы, допустим, заметила по поводу, сегодня очень много говорили про переходы в IT направление, на мой взгляд, для бухгалтера тоже можно было бы рассмотреть и очень знакомый участок управления персоналом, то есть человек, который ввел самостоятельно, был бухгалтер в одном лице, ввел кадровый учет, практически небольшого труда стоит немного, совсем доучившись, это не такие деньги, как в IT-отрасли, а перейти в управление персоналом, в КДП, и далее развиваться там уже по карьерной лестнице, если есть к этому такое, как бы сказать, если душа лежит. Если душа лежит, можно и рассматривать консалтинг, IT-консалтинг или даже вот 1С-консалтинг, те же знания бухгалтера, просто рассказываешь другими, уже зарплата 120-150 тысяч, то есть если делиться знаниями, своими участками и все, что знаешь, а не бояться это отдавать, то вселенная даст тебе сполна. Консалтеры получают от 120-150 тысяч, достаточно просто иметь сертификат профессионала, специалиста, консультанта 1С. Мы, конечно же, и в нашем центре готовим специалистов, потому что мы сертифицированный центр по 1С, поэтому, конечно, советую это направление тоже рассматривать и кадровый учет, и направление, конечно же, смежное с бухучетом. Это 1С-направление, потому что 1С автоматизирует именно учет. А вот еще у меня последний вопрос. Как смотрите на то, что на мой взгляд, сейчас вакансия как будто для бухгалтера нужна какая-то многозадачность, то есть знание, такое ощущение, что уже бухгалтер, ему недостаточно знать какого-то своего одного участка, и ему нужно знать, ну, как бы обладать такими расширенными знаниями, и тогда непонятно за что хвататься, что неужели там все курсы закончат, чтобы соответствовать вот этим требованиям. Может быть, как-то посоветуете на чем вот сфокусироваться в области, допустим, бухгалтерской сферы либо там финансах? Конечно же, бухгалтер должен быть юрист, экономист, и кузнец, и жнец, и наигре дудец. Конечно, безусловно, он должен разбираться в отношениях, он должен понимать ответ всего на два вопроса, что, о чем речь, и что с этим, что происходит. Если бухгалтер не задает себе каждую секунду эти вопросы, что, о чем речь, и что происходит, он не бухгалтер. То же самое можно сказать об экономисте, финансисте, о всех представителях экономики. Поэтому, конечно же, компетенции, навык, очень много должно быть, и самое главное, действительно, сказали коллеги, по кадрам, по развитию, это хотеть, это немаловажно. То есть, кто хочет, тот добьется, информация меняется каждую секунду, каждую. Поэтому, если ты хочешь этого, ты ее воспринимаешь, изучаешь, удивляешься новому, и развиваешься, растешь, конечно же, и в карьерном, и в зарплатном, и во всех планах. Да, согласна. Мне кажется, сейчас такая тенденция, которая многих фрустрирует, пугает, заставляет злиться, но мир меняется, и мы не можем это игнорировать. И чтобы соответствовать тенденциям, нужно быть гибким, надо владеть информацией, и уже принимать какие-то решения. Уважаемые слушатели, есть ли какие-то вопросы, можно включиться голосом задать к Валерию, потому что я задаю то, что мне интересно, может быть, у вас что-то есть. Вопросов не вижу пока что. Валерий, спасибо вам огромное за то, что были с нами, что подключились, сделали такой небольшой обзор финансового и бухгалтерского сектора. Спасибо большое. Это по поводу коллег, что пишут, что бухучет, там, потеряют профессию, останутся без работы, не останутся. Вакансий очень много. Ходите на собеседование, то есть одно дело это резюме, другое дело действительно уметь проходить собеседование. Коммуникабельность, общение, желание браться за вещи. Действительно, вы правильно сказали, Ольга, что зарплата первые полгода может быть и никакой, а может быть и средней. Многие говорят, на Авито не пойду, там может быть лохотрон или что-то, извините за выражение, но так бывает. Надо брать, делать, работать, тогда будет зарплата. Вот это мое мнение. Спасибо. Спасибо. Огромное, Валерий. К выступлению наших уважаемых спикеров я хотела добавить, что правда ситуация сейчас непростая, как-то хотелось поддержать вас данным вебинаром и напоследок от себя добавить, что хочу обратить внимание, что тенденция следующая, когда на рынок приходит большое количество кандидатов, кто сокращается из каких-то компаний, просто закрываются компании. Работодатель тогда сидит и придирается уже не только к вашим профессиональным навыкам, он оценивает внимательно ваши soft skills. И вот эти soft skills, как ваши такие гибкие, мягкие навыки, то есть не профессиональные, а ваши личные как человека. И тогда он смотрит, как вы умеете работать в команде. Это новое модное слово быть не токсичным, это умение мыслить гибко, развиваться или мыслить и иметь такое мышление, которое соответствует философии компании. и мой вам совет, когда вы идете в ту или иную компанию проходить собеседование, на чем многие бухгалтера как раз таки режутся, обязательно изучите сайт, почитайте философию компании, постарайтесь проникнуться ей, потому что сейчас именно отбор идет сотрудников вот по этим soft skills. и надо понимать, подходит ли вам эта философия, эта компания. Если есть какие-то вопросы, задавайте, у нас с вами еще 4 минутки и будем заканчивать. коллеги, если вопросов нет, я хочу напоследок от нашего учебного центра сказать, что если кому-то нужна будет консультация по профессиональному развитию, наши коллеги с удовольствием ее предоставляют и помогают вам сориентироваться. Вот я хочу, например, оценить, сколько мне будет стоить переход из моей области профессиональной в область, допустим, IT-кадровую или еще в какую-то сферу. И как мы ранее говорили, надо оценить и время, временные затраты, надо оценить и стоимость, надо как-то свой бюджет посчитать. вот я вас призываю, если у вас сегодня закралась такая мысль, что вы хотите из точки А прийти в точку Б и при этом осознали важность начала подготовки к этому пути, с нашей стороны, как учебного центра, мы вас проконсультируем, потому что мы знаем про разные профессии очень много и мы знаем, что нужно сделать по шагам, чтобы из точки А перейти в точку Б в плане ваших скиллов, в плане ваших навыков. Пользуйтесь этой консультацией, наши специалисты вас с удовольствием проконсультируют, я в чат добавила ссылочку. Тогда сейчас я с теми, кто будет смотреть нас на вебинаре, прощаюсь и еще оставлю чат, может быть возникнут вопросы.